У нас в Ташкенте у каждой семьи, которые живут во дворе, есть тандыр. Женщины текут к тесту, и тандыры пекут лепешки. Но есть такие семьи, которые, понимаешь, живут в многих этажных домах, у них нет тандыра, где можно было печь лепешки. На базаре есть специалисты, которые нуждаются в домашней лепешке, они выпекают и продают для людей. Ну, у кого есть этот свой тандыр, свой двор, они сами пекут, и очень вкусно. Баранья жира, курдюш и сало. Джиза есть? Джиза, знаешь? Салежный курдюк? Джиза, выходит? Тогда скорой кусты. Да, да, да. Потому что, когда в лепешку в тесто положишь, очень вкусно. Вот кусочек с этой жиром покушаешь, и тебе на целый день калорий хватает. Еще во времена Улугбека, когда лепешки пекли из муки, и он в командировке воевать ездил. Почему, говорит, лепешка невкусная, как в Самарканде? Здесь есть вода из Самарканда, мука из Самарканда. Нет отзыва, кстати, ответили ему. Лепешка? Попробуйте. Оно похоже на солнце? На луну похоже. Да. Ну, это основа жизни в Узбекистане, у всех тюркских народов. И у Татар в том числе. Давайте попробуем. Беспалилонарахманарахим. Вот так вот. Беспалилонарахим. Вкус нашей Родины. У меня тоже. Да, да. У меня жена из Весичка. Этот курс называется. Как по-татарски, по-узбекский курс. Это, понимаешь, делает судьбу из молока, козьего молока, коровьего молока. Делает сначала кислое молоко, потом сушит судьбу делает, потом делает вот такие круглые, типа колобочки. Вот когда есть, у них разные сорта. Одним курсом добавит туда перец, кто желает горький вкус, немножко соли. А другим делает без перца. Когда положишь в рот, воды не хочется пить. Вот будет долго держаться. В пустыне, да. В пустыне, да. В пустыне, да. В пустыне, да, такие вот. В пустыне стали вот у нас даже экспортировать. Даже в Америке, да, его уже полюбили. И в Турцию, и это уже. Ведете в другие страны. И смотрите, курт там. Они тоже уже узнали, какой этот продукт. В 96-м году были в Медине. А меня жена была беременна. Медине. А беременная женщина что-то хочет? Узнаем. И она захотела курт. Нет, в нигде. Я потом серую такой, горюю. Мне говорят, а что горишь? Я говорю, курт говорю. А кто связан с этим куртом? Я говорю, не узбеки, кто еще? Он такой узбеки. Водок, гостиница, узбеки хозяева. Обвините, там узбеки есть местные. Я недорогался, он не подсказал. Подхожу к ним, а там узбеки. Говорю, у меня жена беремена, курт хочет. Хозяин там, что-то сказал по-своему. Приносил помощь, целый мешок. Полный мешок. И я какой-то тут взял, бегом домой. Приносил домой. Ну, знай, попробуй так. И все. У нас есть сибиренка сорт. Размарин есть. Они всю зиму будут держаться, будут сочные. А это такие приведешь за границей. Допустим, в течение зимы они могут становиться мягкими. И этот сок потеряет. Есть розмарин. Сейчас розмарин пропал. Голден. Голден такой, новые сорта. Дерево. Зимой берут его в эту самую теплицу. На зиму они не могут. Это субтропический климат, где, понимаешь, круглый год плицевая температура. И вот у нас тоже выращивают теплицу. Очень много салой. У меня во дворе тоже была теплица. Один, понимаешь, самое дерево дал до 500 штук урожая. Помогает упасть давление, у кого высокое давление. А потом пищеварению помогает кислотность. Сейчас очень многие выращивают теплицы. И так не очень дорого. С отцом поехали в Ташкент. Вышли погулять по городу, по Ташкенту. Самое первое дело, конечно, все идут на базар. На базаре помидоры, вот такие дыни, торпеды, там огурцы. Фантастика, там черешня, все как положено. И захотели покушать. Что сделал папа? Папа не воспитывал меня, да? Делай так, делай так. Я просто за ним все наблюдал и учился, как он делал. 50 лет же прошло, 68 год. Подошли в магазин хозяйственный, большой базар, в центре Ташкента. И он купил вот такой табак, эмалированный. Купил бетон. Я думаю, Курчик хотим, зачем он бетон покупает, зачем он табак покупает. Купил доску деревянную, купил нож, купил две ложки. Купил соль, купил сметану. В одном магазине там 2-3 килограмма купил помидоры, бычье сердце. Купил огурцы, такие, знаете, с пупырышками. Купил лук. И сейчас все нарезал аккуратненько. Належил все в табак, вылил туда сметану, соль и размешал. Салат взял, да. И вот мы с ним покушали вдвоем. Там же осталось все равно, и он себе бетон табак помыл. Мы с ним гуляем по базару, опять заходили покушать, опять покушали. Я эту историю вспоминаю. А потом, значит, я жил в Перми. И я после 8 класса поступил в техникум советской торговли, учился на повара. Это после 8 класса. Ну, получается, год проучился. И, значит, нас послали на практику. Телефонный завод. А тогда, значит, очень нас практикантов очень уважали. И время обеда. Зашел на кухню, а раньше были раздачи. Я смотрю, очередь стоит. А я зажил на кухню. А почему очередь? Они, говорит, мода пошла, блинчики ждут. Я говорю, почему так долго? А вот, говорит, жарим, то все. Я, значит, помог этой женщине. Она одну сковородку только сделала. А я заботил сразу 20 сковородок. Все быстро-все быстро сделал. И, значит, очередь все равно не расходится. А я говорю, почему не расходится очередь? Они, говорит, смотрят, как ты работаешь. А я молодой парень. Все, говорит, меня по имени называют. Вот выбирай котлеты, колобаса, что хочешь. Мы с Нотари, все равно не кушаем это. Я говорю, только салат кушаю. Как салат? А у них же салат маленький такой. Я вспомнил, как мой отец сделал. Взял помидоры, самая хорошая. Агутцы нарезал вот такую посуду. Они на меня смотрят. И сделал шикарный салат, как мой папа в Ташкенте сделал. И я покушал салат, потом попил чай и все. Они говорят, первое, второе, третье. Я говорю, вот это все здесь есть. Они, какой ты умный, говорит. И тоже после этого перестали кушать колбасу, котлеты, иначе кушать салат. Вот после Ташкента у меня был такой урок. Вот кто это видит, может быть, вспомнит, да.